Большое спасибо за донат, учитель Хэй. Текст доната, не знаю, слушали или нет на стриме. В любом случае, давай послушаем свежих бал. Спасибо, большой учителя Хэй. Привет, кстати, фистиному магу. Это, кто не знает, прикол про учитель Хэй, это тоже локальный мем нашего Сергея Сокола. Я видел тизер в инсте, да, но не слышал еще, так что спасибо, что донат... Ебать, смотри сюда просто! Ты видишь цифру, нет, подписчиков? Ебать! Это типа тема, то есть не на канале, а на теме, но все равно прикол. Мне кажется, надо больше никому сюда пока не подвисать. Пару дней хотя бы. Так даже круче. Я так понял, Леха угорел хиты теперь делает все. То есть хиты, ну типа металл, но хитовый. Вот как раз то, о чем я говорю, да, то есть чтобы и суперхит, и годнота. Мне, честно, конечно, нравится бездна больше пока что. Одноклассница Лена мне трек не зашел на вкус. Хотя я понимаю, что, ну, блин, ну хит, круто, все, здорово. Ну тут вот, блин, всегда вот эта вот подстава, да, то есть что многие музыканты, вот ты вот... В какой-то момент ты должен просто встать на перепутье и либо искать баланс, либо определиться с выбором. Я музыкант или я коммерсант? Я делаю говно для отребья или я вот за искусство, что бы то ни стало, пусть даже, типа, там... Вот я считаю, типа, бездна, ну не вот эти треки, сделанные специально на популярность, да, это, блядь, искусство. Это уже... Это, нет, это тоже искусство, просто другое, и просто оно у меня не вызывает эмоции. Хотя нет, пока срёд. Пока хуярит. Мы с тобой выходим на прогулку, ты в ларьке покупаешь какую-то булку. Выглядит вкусно и довольно сочно, мне её ответить захотелось срочно. Срочно, я понял. Он, короче, да, он говорил об этом каком-то ролике, что люди обожают тупые рифмы. Это правда так, и... Ну, я так понял, он нарочно тут просто вот все сделал прям именно идеальное, да, короче. Дверь-дверь и так далее. Ну, работает реально. То есть это гигаграмотный музыкант с супер, типа, разным, короче, тоже, наслушностью, скиллом и так далее, берёт и делает специально, зная прям по технологии, вроде бы и в своём жанре, но прям попсовый хит. Ну, ебать. Вот так оно и делается. То есть чтобы и хит, и не говно. Вот, собственно, так и делается. Очень хороший музыкант. Ну, Лёг, понятно, и группа тоже вся, я, типа... Просто ещё вспоминаем, что на канале об этом звук руках как раз была телега недавно. Завожу разговор. И про наклассницу он тоже сам говорил. Бля, я текст пропустил чуть-чуть. Ну, там фрукт, продукт, давайте, да, попробуем. Бля, ну, ну... По типу сарделька, да, да, ну, вернее, сарделька тоже намеренная максимально тупая песня. Не, ну, этот прикол с рифмой, я же его тоже, типа, знал, как бы... Знаешь как, я его как будто чувствовал, что есть что-то такое, да? Что это, ну... Ну, не обращал на это внимание так, как, короче, Лёха обратил. У меня же была песня, которая... Я тебя любил, ты ушла, да? Там тоже все рифмы идеальные. Это же та же самая пиздища, типа, там, у меня была бабища, у неё было пиздища. Она слушала поп-панк, и у неё там она была размером с танк. То есть это тоже именно намеренно идеальные рифмы сделано. Ну, и чего я... То есть это... Поэтому у меня тоже такое может быть, конечно. Но при этом я только недавно обратил в это так ещё внимание, как на отдельный приём. Это лебедист спалился просто жёсткий. Сейчас, подожди, подожди. Да, от мысли обе, от пиздол... Бля, всё, пиздец. Я так понял, что всё, короче, как будто... Как будто ещё несколько раз точно по этой формуле песни Бау написаны будут. Знаете чё? И как будто бы и заебись-то, на самом деле. Я прям реально... Я понимаю, какая будет рифа, но мне пока смешно каждый раз. Всё равно. Может быть, из-за этого и смешно. Сложно рифы, сложно подпевать. Да, тоже бедно. Единственный минус такой, как бы, штуки, что если это не комедийная музыка, то это, ну, дешёвый приём просто очень. То есть он срабатывает именно вот вообще на всех. Почти на любого человека. Почему-то вот хз. Ну, соответственно, приёмы, которые как бы неэксклюзивны, они... Ну, типа... Неэксклюзивны хз. Они могут не нравиться тем, кто... Ну... Кому неприятно слишком вот одно и то же всё время, типа, заценивать. Дослушаем? Дослушаем, да. Здесь просто ещё раз. Здесь контекст всей этой хрени. Здесь такие рифмы из-за того, что это комедий плюс металл. То есть в целом это находка вообще какая-то, типа, новая. При том, что она собрана из намеренно тупых элементов. Но из-за того, что это и комедийный, типа, трек, и при этом ещё и с элементами металла, и метальные всякие, типа, прям, ну, жирные такие нормальные штуки здесь тоже добавлены. В итоге разъёб. То есть в итоге концепция сама. Это прям новая концепция. Как ещё одна новая... Хз. Находка для нас бездны. Это круто очень. Я когда-нибудь, наверное, что-то такое тоже найду. Пока так, похуй. Да-да-да, вот это. Кусовые сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот рай. Зубами бы питься в слоёный край. Гликемический индекс невероятно высок. Я хочу испытать... Попробовать твой детский конвертик Абрикос Персик. Буйнит меня твой детский конвертик Абрикос Персик. Жег Goris Netsa твой детский конвертик Абрикос Персик naturalist making him up. И наконец-то... Вот, то есть, еще раз, мне, я понимаю, и сам Леха тоже понимает, что у него чистый, типа, ну, скажем, на любителя, но я любитель, типа, как раз, поэтому я ничего не говорю, понятно, что там, ну, типа, о-о-о, там, типа, есть, ну, такие штуки, ну, плюс еще баритон, ему тяжело это все, там, и так далее, но, опять же, он это так в контекст уложил, жанр тоже так подобран, где это не звучит плохо. Типа, вот это тоже, я вот о чем говорю, опять же, Бао, это, ну, это база вообще просто, это вот приемы, можно вот прям сидеть и подсматривать, то есть, как чел, который хорошо гроулит и, ну, типа, средне поет чистым, выкрутился, как можно бы говоря, нашел, просто, типа, сделал все так, по звуку и по жанру, чтобы это не, ну, чтобы это было заебись, и все. Поэтому надо делать то, что умеешь, и все. Ну, либо, соответственно, если у тебя вокал средний, это не так уж и плохо, главное, чтобы он подходил. Как сказал Виктор Вутон? Don't matter which note I'm playing. The context. Типа, контекст, да, вот вся вот эта хрень. Serve the song. То есть, он... Короче, нашел, как, чтобы оно и... Служило песней и так далее. Короче, сорян, что я на рафляной песне в итоге философию развел. Ну, ебать. В последнее время так всегда. Песня разъебывающая, конечно. Как бы... Я, в целом, от сладости бы сейчас тоже не отказался. Облезать теперь. Ну, и толсты бомбят, видимо. Персик, каприкос, персик, каприкос, персик. Ну, поняли, да? Типа, мем, поп и лень нормально показывает. Персик, каприкос, персик. Сыграл меня с ума твой. Детский каприкос, персик, каприкос, персик, каприкос. Бля, как пепотствует-то его? Персик. Персик, бля. Бездна еще... Бля, вот концовки у них просто... Блядь, отдельный вид искусства. У них всегда это... Понимаете? Хорошо кончить... Это, блядь, тоже, типа, не все умеют так. Рамштайн, там у них такой... Пам-пам, да? Что-то тоже такое было в какой-то, забыл. Фуэрфрай, бэн-бэн. Типа, да? Вот это тоже хуячит так. Это же капец как круто всегда. То есть, когда ты в самом конце не просто, типа, пум-м-м-м, и все. И растворился, как пердешь на свежем воздухе. А когда... На, блядь! Типа, если это металл особенно. Чтоб ты... Блядь... На, нахуй, да, типа? Вот, типа... В этом и кайф. Где еще там? Ну, в металлическом металле, в том же самом. Я тоже вот... Мне прям пиздец нравится. Металлический кал. Блядь. Это прям просто максимальное на, блядь. Просто вот прям фред-гитаристовское. Это вот именно оно. То, что... Собственно... Сейчас. Где там этот аудиофайл легендарный? На, блядь! Вот. И чтобы, как бы, чтобы вы понимали, там действительно-то на, блядь, какой-то... Подожди, нет. Вот это трек. Типа попса, но на, блядь, присутствует жестко. И это очень тоже крутая тема для... Ну, это вообще крутая тема, и все. Что тут еще, собственно, сказать? Вот и... Применяйте тоже. То есть реально, у Рамштайн, кстати, вот, ну, много чему можно научиться в целом. У них паузы, переходы. Они, по сути, они тоже из-за того, что из электронной музыки в том числе вышли. У них много вот каких-то вот этих вот штук, таких как диджейских, да, по сути. Что хоп, в какой-то момент все инструменты, которые за низкие частоты отвечают, хоп, пожухли, типа... И что-то на, блядь, потом хуячатся всей дури, наоборот, все. Именно динамика вот эта. Именно паузы, переходы, концовки такие. То есть в мелочах, в деталях и в нюансах рамы и бездна, не иронично тоже, делают клёво. В куче мелких деталей. И поэтому, когда ты, блядь, играешь нирвану со своими школьниками-одноклассниками, у тебя получается полная хуета. А когда Кобейн играет, очень простые примитивные песни, которые кто угодно легко сыграет. Ха, хуй! Ни один, типа... Я не знаю, бля... Я даже не знаю трибют-группу ни одну нирваны, чтобы прям всё было нормально сделано. Либо барабанщик хуэлит, либо басист, либо все. Там в трибют-группах нирваны обычно только вокал похож. Если так вот на самом деле. Но, типа, понятно, для среднего слушателя нирваны норм. Но вообще... Опять же, нирвана — это тот же самый пример. Только люди в основном думают, что это тупая элементарная музыка. Но, типа, в какой-то момент ты начнёшь понимать, что там, типа, одновременно есть и вот эта тупость, то есть доступность для аж кольцов. И на самом деле, если именно пытаться разобраться, а почему мы играем, и у нас не так? Мы же вроде так же делаем. А когда начнёшь пытаться понять, что ты не так делаешь, у тебя ебало отвалится просто. Вот и всё. Короче, суть в деталях. Вот и всё. MacBook. Чем лучше, блядь, Acer'а за 25 тысяч? Тем, что ты его вот так вот поднимаешь, подним пальцем, тебе по кайфу. Это детали. Не в смысле, блядь, компоненты, из чего он собран, а всякие мелочи, из-за которых им приятнее там пользоваться. Вот всё. И поэтому там Mac всегда стоил супердорого, даже для своих компонентов. И всё равно брали. Вот. А там бомж ноуты дёшевые, нахуй не нужны никому всё равно. Вот с музыкой так же. Что крутое, типа, что в деталях насыщенно, оно, даже если, вот, типа, даже если такие треки, вот вы сделали, сделать этот чувак, допустим, крутой, реально крутой трек, он сразу не зайдёт, он тебе через 8 лет, может быть зайдёт и даст отдачу. Как мне, типа, там, говниде 6 лет, вот она сейчас начала что-то давать. В последнее время, вот, типа, пошли концерты. Вот уже пошли, ну, всё, вот. А треки слушают старое причём больше. Ночной петух, там, колесница бомжей, вот те вот там. Такой прикол, хз. Так что вот, ребятам, главное, делайте пиздатое музло, пиздатое, это значит насыщенное приятными деталями. Чтобы от 0 и до 3.43 ты был в ахуе и ещё и ржал. Вот это комедий метал. Если ты не комедий, ну, значит, чтобы ты просто кайфовал. Пантеру ты врубил, тебе ебало кукурузит от 0 до конца. Нихуя, спасибо. На стримах сидеть, не иронично, а зиз заебись, кстати. Не этот, ну, то есть, нет, этот трек тоже, но есть прям кайфовая. Смотри, как наслушаться? Вот что бы я посоветовал, скажем, для, если не смотреть стримы, все равно, смотри, вот у тебя будет сейчас, Слепнот, Максим Фадеев, японская какая-то Лиза, короче, певица, это что-то, Саша Капустина, вот тебе, пожалуйста, сейчас посидишь, за 20 минут наслушаешься уже. Либо, если не так, если не, ну, чтобы было и по кайфу, и при этом развивать наслушанность, то находишь свой любимый трек, или любимый жанр, любимую группу, заходишь в Last.fm, PDV, куда угодно, как можно больше инфы узнаешь о том, что это такое, и начинаешь изучать соседнее, то есть, например, тебе нравится такая-то группа, Rammstein, ты заходишь, понимаешь, что это Industrial Metal, допустим, попробуй послушать другой Industrial Metal, понять, в чем разница, например, ты послушаешь Static X, такой, бля, вроде тоже, но другое, а в чем разница, и ты видишь, что это еще и New Metal тоже, а Rammstein нет, потом слушаешь Manson, который тоже Industrial Metal, такой, а, вот это то, что общее между ними, вот оно что, и потом ты начинаешь уже чуть-чуть больше понимать, что есть, допустим, что тебе нравится, то есть, когда ты сам понимаешь, что именно ты любишь, тебе легче становится находить музыку, которая и тебе нравится, соответственно, и, и все, ну, и, соответственно, когда ты это поймешь, просто послушав, даже не то, что тебе понравился, тебе Manson, и, там, блядь, Static X после Rammstein, похуй, понравились или нет, суть в том, что ты теперь паттерн занес себе в голову этот, и у тебя просто, вот все, просто ты хотя бы несколько треков повключай, не то, что их даже до конца не обязательно дослушивать, на самом деле, ну, может быть, им лучше послушать, типа, слушать новую для себя музыку, ну, и советую, в Яндексе даже же есть вот это рекомендации, и так далее, но единственное, что там ты варишься в одном и том же болоте, то есть в идеале нужно еще чем-то разбавлять, нужно найти что-то, куда еще копнуть дальше, то есть, допустим, если тебе зашли Static X, тогда вот что-то зашло помимо Rammstein, другой Industrial Metal, допустим, но у них есть другой жанр, элемент, значит, ты еще и тот жанр тоже послушай, или, например, Rammstein, типа, у них даже в PDV-ке написано, вдохновлялись крафтер, клайбах и там еще чем-то, дипешмот, допустим, значит, слушай крафтер, клайбах и дипешмот, Nirvana, допустим, делали каверана там Дэвида Боуи, ну я слушал Дэвида Боуи тогда, мне интересно было, Лэдбилли слушал, и все, так развивалась наслушанность, потом просто ради интереса ты же все равно рано или поздно погуглишь, а как звучит Black Metal, интересно, да, чтобы хотя бы знать, как он звучит, и все, слушать новое и не только то, что похоже на то, что ты уже любишь, вот так.